всем доброго дня и доброй ночи сегодня я буду вам показывать вот такую коробочку двойнина от фокса такой карповый столик с навесами и заполнительными вот такой вот аккумулятор коробочку заказан фазы посылшего 45 дней крышечки видно плотнее резиновое чтобы вода не попадала в дожди хорошее решение ваней замки такие по поводу замков скажу сразу это кнопочка вылетали уже неоднократно на новой коробке но если кнопку вылетает то замок начинает просто открываться сам произведен вот так как бы из минусов 1 цена и минус это кнопка вылетающая что внутри внутри у нас вставлялся она с полным набором вот такие вот 8 компейнер для мелочевки 8 8 8 8 2 маленьких маленькие здесь храним колечки вот такие две штуки если честно не смог я их использовать ни на каких целях не понравились мне считаю это эти вот сфора не нужны 5 вот таких вот в коробочке для поводковых материалов вот в эту сторону берем не режется не режется затупилась наверное вот так вот отрезается она удобно удобно выглядит она сейчас я покажу каким образом открывается вверх после этого отстегивается вот эта часть сюда наматывается поводковый материал вот так закрываем защёл все поводковый материал у нас планица удобно в комплекте же идет вот такая вот поводочница нажимаем на нее вот фиксатура передвигаются уловочница хорошая вот так вот выглядит первая сторона открываем вторую сторону и что мы здесь видим Небольшие отсеки, неглубокие, 3 сантиметра глубина, ножнички, две пары. Одни я использую для порезания литкора, так как если один раз перерезать литкор ножницами, которые используем для монтажей, то они вырезать больше не будут, поэтому две пары. Вот такая вещь от компании Salar, удобная для вязания ваус. Поднимаем ваус, ставим сюда крючочек, сейчас откажу, как выглядит. Как так? Скажу про вот такой инструмент компании Fox 4 в 1. Инструмент хороший, можно затягивать им, развязывать козлы, опять же завязывать. И вот это самое интересное для снятия болочки. Не работает совсем, изначально не работает, не работает. В принципе, эта вещь не нужна для совсем. Вот комната просто проскальзывает через нее. Клей Гарнерский, очень хороший эластичный клей. Какая бы большая коробка не была, все равно все сюда не поместим. Есть еще такой аксессуар, который витела компания Trapper. Когда мы дипуем бойлы, они липкие, и чтобы руками их не трогать, и в последующем, чтобы другие бойлы не пахли этим дипом, таким образом. Мы зацепляем ее. Вот мы видим. Вот так вот. И продеваем, не дотрагиваясь. Если мы будем дотрагиваться до дипового бойла, то в последующем руки у нас будут пахнуть этим дипом, и все остальные бойлы тоже будут приобретать этот запах. Поэтому вот эта вещь нужна. Но есть одно но. Если бойл будет мягкий, то вот этот инструмент просто разаривает бойл. Разрежет. Такой вот столик у него есть в компании Nash. Столик очень удобный. К нему были приобретены еще дополнительные боковые столики. Два боковых столика. В интернете нигде не написано, подходят ли они к этому столу или нет. Я говорю, что они подходят. Они очень мощные и надежные. Проверял я килограммы три. Наверное, вложил на них, и они выдержат. Ну, можно сейчас продемонстрировать. Вот мы положим. Все на месте стоит. Очень хорошая и качественная вещь. На этом столике есть вот такие вот крепёточки. чтобы диповый бойл его вот так вот хранить, подсушивать. Перейду к обзору вот этой штучки. Это аккумулятор мощностью 20 000 мА имеет 5 выходов с мощностью 2 Ампер. То есть очень мощные. 2,1 Ампер. Можно одновременно заряжать 5 разных устройств одновременно. Альтернатива Риди Манки. Недорогая при этом альтернатива. И очень хорошая. Можно взять, подсоединить к нему любое устройство. Можно. Для чего он приобретался? Чтобы подключать фумикатор с Алиэкспресс, который был заказан. Чтобы мухи нас не съедали. Фонарик небольшой. Заряжать планшет. Фотоаппарат и телефон. На трое суток его хватит. Есть у меня ещё такой фонарик. Фонарик туристический. Можно подвесить. Можно подставить. Фонарик водонепроницаемый. Включается и включается. Возможно включение и включение с пультом. То есть вот мы видим. Я нажимаю. Включаем и включаем. Удобно. После срабатывания сигнализаторов мы можем нажать и видеть, куда мы добегаем. Сейчас я покажу, как собирается стартый столик от компании Nesh. Сборка занимает 4 секунды. Сборка занимает 4 секунды. Ножки. И вот таким движением опускаем вниз. На ноге есть одну ногу. Во время опускания уже тянет вниз и может прищемить вам руки. Она прищемит вам руки. Нужно быть аккуратным. Двумя руками. Одну руку, скорее всего, будет повредить руки системы. Вот так выглядит карповый столик от компании Nesh. Забирается он вот так быстро. Навешиваем на него навесное оборудование. Он покупается отдельно. Опять же повторюсь, что эти боковые стройки, у них нет описания, что они подходят именно для этого стола. Поэтому покупался на свой страх и риск. Столько оцениваю я. Четыре с плюсом. Так как столик супер хороший. Но когда прижмешь им пальцы. Отшибаешь пальцы очень сильно. Когда ты складываешь его. То тут как бы можно поставить небольшой минус. Фаналик туристический я оцениваю за 4 с плюсом. Зарядную стройку на 5 с плюсом. Так как за такую цену. 20 тысяч миллиампер. Вряд ли что можно приобрести. С 5 выходов. То есть 5 выходов. Эту коробочку. Я могу оценить на 4 с плюсом. Плюс вставить не буду. Коробка хорошая. Когда мы потеряли кнопочки. Мы начинаем расстраиваться. То есть вещь совсем новая. Мы ее потеряли. Кнопка начинает открываться. У вас все вылетит. Вот так все вылетит. Я думаю что эта вещь не стоит таких денег. Всем всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...